Всем привет ребятки, с вами снова Хик и в этом видеоролике я вам расскажу интересные глюки в некоторых частях GTA, которые вас удивят. Стоит отметить, что глюк часто возникает из-за ошибок в кодировании, которые остались незамеченными во время разработки и тестирования игры. Глюки могут быть непреднамеренными и могут вызвать ряд проблем, но некоторые же могут быть использованы и использованы для игрока. В сегодняшнем видеоролике проблемные баги мы рассматривать не будем, так как большинство из них приводят только к вылету игры. И это нам ни к чему. В общем, закончу с предисловиями. Итак, поехали. Я не мог не начать с этой прекрасной игры. GTA San Andreas и глюк связанный с автомобилем Monster. Игрок должен взять Monster и припарковаться одним колесом на капот или багажник случайного автомобиля. Колесо должно как бы зависнуть над капотом или багажником из-за массы кузова монстра. Затем игрок должен выбраться из монстра и сесть в ту машину, на которой он стоит. Тогда игрок может взлететь высоко в небо или еще того хуже отправиться в ад San Andreas. Субтитры подогнал «Симон» Адские качели. Возможно, большинство из вас слышал об этом глюке в GTA 4. Это видео также без него не обошлось. Она даже чем-то похожа на предыдущий глюк с монстром, но его исполнение в разы легче. Здесь вам всего-то нужно найти эти ужасные качели на карте и с помощью автомобиля наехать на них. И раз-два, и вы уже в воздухе. Субтитры подогнал «Симон» Далее серия глюков пойдет по игре GTA Vice City. Уж слишком много недочетов и вкусностей в этой игре, которые вас удивят и облегчат дальнейшую жизнь в криминальном городе. А вы когда-нибудь задумывались, что с помощью байка сможете мгновенно телепортироваться на любой остров Vice City? Для этого просто достаточно иметь любой байк, приблизиться к закрытым воротам, немножечко встать на ДБИ и в нужный момент нажать на кнопочку F. Произойдет магия, и наш Томи уже на другом острове. И так можно перемощаться, главное, чтобы на острове заспавнился байк. Небольшой гайд, как в начале игры попасть на любой остров без особых проблем. Следующий глюк называется «Мотоциклетный морфинг». Суть заключается в том, что с помощью этого вага вы сможете ездить на мото и не бояться того, что вы из него вылетите. Он дает нам невероятную стойкость, хоть на полном ходу врезаясь в объекты, с той мне ничего не случится. А делается такой баг очень просто. Для этого нам нужен байк, ярлычок с одеждой и любой телефонный звонок. Во время того, как нам поступает звонок, мы зажимаем кнопочку TAB и заходим на ярлык с одеждой. Обновляем шмотку и не отпуская клавишу TAB идем к нашему мото и садимся на него. Только после того, как мы на него сели, отжимаем клавишу TAB и все готово. Томи максимально устойчивый. Каждый, кто играл в GTA Vice City, проходил миссию Rob Out. В ходе миссии Томи Лэнсу предстоит убить Рикардо Диаза. Пройти через кучу трупов его людей. Обойти особняк со всех сторон, чтобы найти открытый вход в него. Перебить кучу людей в самом особняке, возможно и в этом вся прелесть данной миссии. И тут я с вами спорить не буду, но и немногие могут ее пройти с первой попытки. Но есть путь куда легче. Вам всего-то нужно упереться и бежать в эту черную планочку. И за одно мгновение вы окажетесь внутри особняка, где без труда сможете легко распилить Рикардо Диаза. Вот так вот все просто в этой игре. Дайлер глюк со скорострельной стрельбой. Также его можно использовать в некоторых миссиях, где вам предстоит быть в качестве стрелка. Я бы не сказал, что эти миссии самые сложные, но баг довольно-таки интересный. Для реализации этого бага нам потребуется сделать репит на ярлыке с одеждой. Для того, чтобы нам провернуть этот баг, нам нужен ярлычок с одеждой, разумеется. Репиты и все. То есть что мы делаем сейчас? Так, звоночек мы пропускаем, он нам не нужен. То есть мы встаем на ярлычок, встаем на месте и нажимаем F2, F3. И все. После того, как мы нажали F2, F3 на этом месте, нажимаем F3 и видим, как бы наш Томми теперь на значке этого ярлычка. В принципе все. Дальше заходим на миссию, вот которую я говорил ранее. То есть при этом вы не должны будете трогать вообще эти кнопки ни F1, ни F2, ни F3. То есть до того самого момента, пока не наступит та миссия. То есть видите, одежда обновляется. Оп. Хотя далеко вроде как от этого значка, да. То есть мы можем уйти совершенно на любую часть карты и нажать на F3. И мы как бы обновили одежду. С помощью этого бага вы сможете легко ускорить стрельбу вашей пушечки на определенных миссиях. И во время миссии, в тот момент, когда у вас на экране уже появился прицел, нажат на кнопочку F3 и правую кнопку мыши. К примеру, приведу обычную стрельбу и стрельба с данным багом. Вот такие вот багульки получились, ребятки. Если вам понравилось данное видео и вы узнали что-то новенькое, обязательно поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Напишите комментарий, если вы еще знаете какие-то такие сногсшибательные баги, которые прям вау, эффект вызывают. Буду очень вам сильно благодарен. Спасибо вам также за 20 тысяч подписчиков. Я вас очень всех люблю. Спасибо за вашу активность. Спасибо за ваши подписки, лайки, комментарии. Вух. А я с вами прощаюсь. Говорю спасибо за просмотр. И ждите дальнейших видеороликов. Субтитры сделал DimaTorzok